Детская футбольная школа Детская футбольная школа Атрон родители ознакомились со структурой тренировочного процесса, а также имели возможность пообщаться с тренерами и убедиться, что для наставников важно найти общий язык с каждым ребенком. Ранее в этом зале имели возможность тренировать приглашенные детские школы. Теперь ситуация изменилась. Для развития детского спорта было принято решение об открытии собственной академии футбола. Главный тренер является профессиональным спортсменом. Дмитрий Асокин провел в чемпионатах СССР и первенствах России более 300 матчей и забил 22 мяча, играя на месте защитника и полузащитника. Далее он занялся тренерской карьерой в рязанской команде мастеров. Шесть лет работал в женском футбольном клубе Рязани ВГВ, также в мини-футболе в футзале. Попробовал себя, тренировал команду Езиды, которая в том году добилась права участвовать в Кубке Уэйфа. И сейчас я тренирую детей. На протяжении всей футбольной карьеры Дмитрий Асокин чувствовал в себе желание помогать другим добиваться успеха в спорте. По его мнению, особенно интересно наблюдать за профессиональным ростом детей. Это же эмоция. И смотреть рост, рост. После каждой тренировки, после каждого занятия, где-то что-то, если подчеркнуло, где-то что-то у него стало лучше получаться, то, конечно, и он рад этому, и тренер. Что ты сегодня сделал? Ты забил мяч или ты на воротах стоял? Кем ты был? Вратарем. Который отбивает. Я не знаю, кто это. Что самое важное в работе вратаря? Расскажи мне. То надо отбивать мяч. Сколько мячей отбил? Два раза. На два. Два? Да. Ну, что тебе понравилось? Однимать. Развивая навыки с детства, можно говорить о дальнейшем успехе футболистов. Что касается большого российского футбола, у многих соотечественников сложился стереотип, что этот вид спорта не для России. Однако именно молодежь сейчас может коренным образом изменить ситуацию. Если мы берем исключительно футбол как детский футбол, то мы, если не ошибаюсь, входим в пятерку сборных детям. То есть наши ведущие команды, такие как ЦСКА, Спартак на детском уровне, они и доходят до полфиналов Лиги Чемпионов. То есть юноши выигрывают, опять же, соревнования международные. Именно к таким показателям теперь стремится детская футбольная школа «Атрон». Сейчас записаться на тренировки сюда могут ребята в возрасте от 5 до 10 лет. Дети будут разделены на группы, исходя из уровня подготовки. Некоторые родители, посетившие этот открытый урок, приняли решение перевести своих детей именно в футбольную школу «Атрон». Что вы можете сказать по поводу взаимодействия тренеров и маленьких учеников? Мы до этого ходим на футбол, меня как бы там чуть-чуть не устраивает отношение, потому что если некоторые дети отвлекаются, то тренера как бы на них и не обращают внимания. А здесь я посмотрел, за каждым присматривают, то есть уделяют должное внимание. Я видела, как вы прекрасно справляетесь с малышами, когда они отвлекаются. Как вам это удается? Ну, честно говоря, наверное, из-за просто позитивного настроя, потому что я и сам отец, у меня есть ребенок, поэтому, собственно, опыт общения с детьми имеется. На открытом уроке во время разминки и игры с мячом тренеры постарались вызвать у детей положительные эмоции, чтобы у ребят возникло желание играть в футбол. Однако для успешного овладения навыками требуется не только работа наставников, но и оборудованное помещение. Арена Атрон является уникальным местом. Это единственная площадка для мини-футбола в Рязани, созданная по мировым стандартам. Покрытие поля выполнено из канадского клёна. Именно на таком паркете проводятся соревнования международного уровня. Постоянно поддерживаемая влажность воздуха и температурный режим в помещении делают игру здесь комфортной для спортсменов. Микроклимат заботится и об уникальном покрытии поля. Большой купол дает простор для полета мяча, а освещение приближено к естественному. Как вы оцениваете условия, которые здесь предоставлены для деток? На сегодняшний день это лучшие условия в городе Рязани. Это факт. Здесь комфортно, да. Самый ещё плюс, то что есть вентиляция. То есть летом будет очень удобно заниматься, очень комфортно детям. То есть не будет, не душно здесь будет. Большой плюс, конечно. Условия этой арены я везде в Рязани, во всех был залах. Конечно, это самые лучшие условия в Рязани. Это бесспорно. Баркет, освещение, раздевалки, расположение. Всё. Этот зал был создан группой компаний «Атрон». Впервые он заработал осенью 2016 года. Сейчас арена «Атрон» входит в реестр спортивных объектов России. И теперь здесь ожидается проведение международных соревнований по мини-футболу. Именно в таких условиях будут тренироваться начинающие рязанские футболисты. Но что-то вы новое сегодня узнали здесь, посетив этот открытый урок? Да, что здесь очень такое хорошее, уютное, светлое место. Приходите с детьми заниматься. Даша, ты болела сегодня за братиками? Да. А сама чем занимаешься? Сама хочу пойти на гимнастику. Это тоже сюда же. Спасибо вам. Пожалуйста. Зал «Арена Атрон» считается одним из лучших в Рязани для проведения тренировок и по художественной гимнастике. Здесь проходят всероссийские соревнования, на которые приезжают сотни спортсменок. В том числе чемпионки мира в групповых упражнениях и победительницы юношеских олимпийских игр. Задача, которую ставит перед собой группа компаний «Атрон» – это развитие различных направлений детского и юношеского спорта в Рязанской области. В том числе в начале осени в этом же здании был введен в эксплуатацию бильярд-холл. Для взрослых и детей открылся центр бильярдного спорта под руководством заместителя главного тренера Федерации бильярдного спорта России. Также здесь есть залы для занятий единоборствами и танцами. Теперь в одном месте собраны различные направления для развития интереса детей к спорту. Остается оторваться от гаджетов и мультиков и попробовать себя в одном из залов спортивного комплекса. Ну а для кого-то путь к великим свершениям начнется именно с футбола. Мы находимся в мебельном центре 4 комнаты. Это улица высоковольтная 48А. Давайте пройдем в мануфактуру уюта. Мануфактура уюта делает в своем роде уникальные вещи. Вот диван, который был собран на фабрике в качестве образца. Конструкторы и дизайнеры предложили разные варианты использования. Это диваны и кресла, но не простые. В каждом из них есть опции, которые удивляют и радуют. Вся мебель здесь модульная, то есть ее можно собрать по потребностям заказчика. Каждый элемент диванов работает самостоятельно. Размеры такого красавца могут быть от огромных до миниатюрных. Подушки реклайн, то есть они не мешают при раскладывании. Три положения диванов. Сидя, полулежа, лежа. Встроенная акустическая система. Работает от блютуза, флешки, провода. Охлаждающие подстаканники. Надежный, спрятанный в мебель сейф. Раскладной удобный столик. Бар. Многофункциональные подлокотники. И, конечно же, независимый пружинный блок. Фирменный матрас мануфактуры уюта с настоящим ортопедическим эффектом. В мануфактуре уюта каждому клиенту подходит по-настоящему индивидуально. Кто-то часто выбирает диван для кухни с компактным спальным местом. А кто-то для малышей с повышенным комфортом ортопедического матраса и многого другого. Вот многими любимый вариант полутора спального дивана. Минимум действий, максимум комфорта. И еще в продукции мануфактуры уюта много других интересных фишек. Это не просто мебель. Это организация жизненного пространства. Комфортная. Каждому здесь должно быть легко, свободно и радостно. Мануфактура уюта. Мебельный центр 4 комнаты. Улица высоковольтная 48А. Приходите! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова